Новый год и Рождество – любимейшие праздники для множества людей. Ёлка, подарки, салют, счастливые лица друзей и близких. Кажется, в эти волшебные ночи просто нет места злу. Однако не стоит расслабляться. Даже если ночью вы увидите в гостиной самого Санту, стоит проверить, не скрывается ли за красным одеянием жуткий плотоядный демон. А вдруг вы приедете на каникулы в родительский дом, где обнаружите сестру, которой никогда не было. Да и с желаниями нужно быть предельно осторожными, чтобы безобидный сувенир не учинил в доме кровавую резню. Наслаждайтесь подборкой праздничных короткометражек, но помните – зло не дремлет. С вами Фантом. Погнали! Оставлять в Рождественскую ночь молоко и печенье для Санты – добрая американская традиция, корни которой уходят в глубокую древность. Согласно поверью, рождественский дед, подкрепившись после долгого путешествия на санях, станет особенно щедрым и оставит самые лучшие подарки. Вот и в историях о демоне по имени Вальтер молоко и печенье играют далеко не последнюю роль. В начале первого эпизода мы видим, как отец и дочь готовятся к встрече Рождества. Мужчина строжайше запрещает дочери прикасаться к лакомству, оставленному для Санты. Немного повздорив, все отправляются спать. Однако среди ночи девочка просыпается от странных звуков в гостиной. Спустившись вниз, она видит, как некто в красной одежде хрустит печеньем. Сомнений нет. Санта приехал, чтобы положить под елку подарки. Но реальность оказывается куда более суровой. Незнакомец оборачивается, и вместо добродушного старика, перед нами предстает жуткое чудовище с длинным носом. Монстр хватает девочку, которая отчаянно кричит и зовет на помощь. На шум приходит отец, который уже успел достаточно заложить за воротник. В ужасе он видит, как рождественский монстр целиком проглатывает бедняжку. Вооружившись бутылкой, отец бросается в бой. Но Вальтер плюет в лицо мужчине струей крови. После чего несостоявшийся охотник на монстра падает на пол. В открытый рот Вальтер опускает ленточку с подписью для Кристалл. Вторая история отличается куда большим размахом. Девочка по имени Делани становится свидетельницей того, как Вальтер живьем пожирает ее старшую сестру. И лишь появление родителей отпугивает кровожадного монстра. Спустя шесть лет Делани решает наконец-то отомстить Вальтеру за гибель сестры. В канун Рождества она собирает своих друзей – Джексона, Марли и Карла. И торжественно посвящает их в хитроумный план. Итак, в самую важную ночь в году ребята оставляют приманку для Вальтера – молоко с печеньем – и прячутся в засаде. Долгое время ничего не происходит, но лишь только часы начинают бить в двенадцать, в дверь раздается громкий стук. Собрав в кулак все свое мужество, Делани открывает. Однако вместо монстра на пороге стоит одноклассница ребят – Анжелика. Незваная гость ее закатывает истерику, ведь друзья посмели не пригласить ее на вечеринку. Внезапно за ее спиной появляется Вальтер. Друзья закрывают дверь и готовятся к обороне, ведь монстр каким-то образом сумел пробраться в дом. План Делани работает как часы. Монстр запинается о растянутую на полу гирлянду. Ребята связывают руки и ноги Вальтера и надевают ему на голову мешок. Час расплаты настал. Делани достает стеклянный шар с фотографиями сестер, тот самый, который она хотела подарить Кенли шесть лет назад. Под веселую рождественскую музыку Делани бьет увесистым подарком по голове монстра, разбрызгивая по сторонам черную жижу. Монстр побежден, и друзья отправляются отмечать свой триумф молоком и печеньем. Но в самый разгар застолья гаснет свет. Ребята недоуменно переглядываются, и в ту же самую минуту за спиной Карла появляется вполне себе живой Вальтер, который безжалостно атакует новую жертву. Главным героем всех этих короткометражных новогодних фильмов ужасов, мягко говоря, не повезло. Праздник не задался. Вместо подарков – Санта, который норовит открутить тебе голову. А ведь в эти дни хочется чего-то приятного, нового. Например, покорить небо со свежим обновлением Кроссаут 2.0. Теперь можно не просто собрать уникальный бронемобиль, задействовав всю свою фантазию, но и приделать к нему вертолетный винт. Представьте себе пикап с огнеметом, сражающийся против механического паука с Тесла-пушкой в облаках. Нет, это не ваш сумасшедший сон, который вы видите, уснув лицом в оливье под звуки курантов. Это обновленный Кроссаут. Побеждайте других игроков в небе или участвуйте в новогодней лихорадке, чтобы получить праздничные подарки. Недавняя игра полностью преобразилась. Вас ждет графика нового поколения, переработанная физика, улучшенная камера и многое другое. Брутальное ПВП, захватывающие сюжетные миссии, сражения с гигантскими боссами. Цепляйте на свой бронемобиль копья, миниганы, лазерные пушки, шникоходы, используйте весь арсенал и побеждайте. Качайте Кроссаут 2.0 бесплатно по ссылке в описании. И по ней же забирайте эксклюзивную бронетачку, крутую голограмму, краску, наклейки и другие праздничные бонусы. Есть у этой истории еще один небольшой спин-офф под названием «Рождество в июле». Действительно, в некоторых штатах США существует такой неофициальный праздник. Главная героиня как раз встречает летнее Рождество в городе Малибу, Калифорния. И вот на пляже появляется странное существо, одетое в костюм Санты. Отдыхающие с восторгом наблюдают за монстром, принимая все за веселый розыгрыш или съемки фильма. Даже когда Вальтер расправляется с родителями девочки, люди вокруг ликуют и снимают происходящее на телефоны. Ведь не каждый день увидишь такие спецэффекты. А тем временем Вальтер устраивает в городе настоящую резню. Но никто по-прежнему не воспринимает это всерьез. В конце концов, монстр настигает и нашу героиню, которая лишь успевает подумать о том, как же она ненавидит Рождество. Авторы не раскрывают, кто такой Вальтер и откуда он пришел в наш мир. Но если отвлечься от хоррор-контента, можно допустить, что таким образом фильм показывает другую, темную сторону Рождества. Особенно ярко это видно на примере резни в Малибу. Героиня открыто признает, что не любит Рождество. Ее раздражают люди, готовые тратить так много времени на походы по магазинам и поиск ненужных подарков. Она ненавидит суету, напускную веселость, извечное желание переплюнуть соседей, потратив больше денег на вечеринку и подарки. Да, далеко не все люди любят новогодние праздники. Для кого-то это настоящий стресс. Ну и конечно, судя по всему, Вальтер готов исполнить самые темные желания людей. Такие, о которых люди потом долго будут жалеть. После многолетнего отсутствия, Блэйк возвращается в отчий дом, чтобы навестить свою одинокую мать. Однако дверь ей открывает совершенно незнакомая девушка. Что же, похоже, мать наняла домработницу, поскольку сама уже не справляется с уборкой в достаточно просторном доме. Сюжет не раскрывает, почему Блэйк ушла из дома, но, судя по всему, история вышла не самая красивая. И все-таки мать обнимает блудную дочь и приглашает ее в дом. Вскоре выясняется, что загадочная Лили вовсе не домработница, а сестра главной героини. Но как же так? Блэйк всегда была единственным ребенком в семье, однако все вокруг уверены в обратном. К тому же многие жители города с определенным осуждением относятся к девушке. Дескать, Блэйк бросила мать и лишь Лили все это время исправно помогала по хозяйству. Что-то тут определенно не так. Но порой и сама Блэйк начинает вспоминать якобы сцены из прошлого, где она проводит время с Лили. Все же девушка решает смириться с данной ситуацией. Может быть, у нее действительно есть сестра, воспоминания о которой она вытеснила из памяти? Но однажды вернувшись домой, Блэйк обнаруживает, что кто-то вытащил все семейные фотографии из рамок. Словно пытаясь уничтожить все воспоминания о прошлом. Смущенная мать говорит, что об этом ее попросила Лили. На следующий день в доме намечается рождественская вечеринка. Блэйк встречает гостей, после чего решает заглянуть в комнату, где мать и Лили наряжаются для торжества. Наша героиня видит странную картину. Лили спрашивает у женщины, кто же является ее дочерью. За каждый ответ Блэйк она отвешивает сильную оплеуху, пока мать наконец не соглашается, что ее дочь это Лили. Блэйк в ярости врывается в комнату, но наваждение исчезает. Обитательницы дома, как ни в чем не бывало, облачаются в праздничные наряды. И вот уже на самой вечеринке Блэйк в очередной раз вскипает и заставляет Лили признаться, кто же она на самом деле. Блондинка нагло повторяет уже известную ложь, с чем в очередной раз соглашаются окружающие. В отчаянии Блэйк набрасывается на самозванку, однако девушек разнимают, а после молчаливого согласия матери нашу героиню попросту выпроваживают за дверь. Уже стоя на улице, Блэйк наблюдает за собравшимися в доме людьми. И только Лили замещает ее, в очередной раз награждая наглой улыбкой. Кто же такая эта загадочная Лили? История умалчивает. Но судя по всему, у девушки, если она вообще является человеческим существом, есть особая способность создавать ложные воспоминания. Блэйк сама ощутила это, когда внезапно вспомнила, как она вместе с Лили в детстве наряжала рождественскую елку. Теперь же, когда последние улики в виде фотографий уничтожены, а сама Блэйк с позором изгнана из дома, вероятно, никто из жителей города и не вспомнит про нашу героиню. А Лили полностью вживется в свою новую роль. Эта история учит простой житейской истине. Не стоит рвать отношения со своими близкими, какой бы безвыходной ни казалась ситуация. Ведь рано или поздно можно вернуться и обнаружить, что твое место уже давно занято кем-то другим. А от прежней жизни не осталось даже фотографий. Еще одна рождественская хоррор-зарисовка с совершенно непредсказуемой развязкой. Обычная американская семья готовится к встрече Рождества. Отец семейства преисполнен позитивом, в то время как мать молча сидит в кресле с заплаканными глазами. Тем временем в комнату входят дети, и отец сообщает им радостную новость. Это Рождество особенное. Поэтому он разрешает не дожидаться утра, а открыть подарки прямо сейчас. Дети вне себя от радости. Однако женщина продолжает сидеть с обреченным видом. Не слишком ли радость отца идет в разрез с настроением матери? Может быть за радостными декорациями скрывается какая-то жуткая семейная тайна? Перед распаковкой подарков отец просит мать подняться наверх и принести камеру, делая акцент на том, что такова семейная традиция. Однако вместо камеры женщина пытается достать из сейфа оружие. Внезапно появившийся муж говорит, что не так давно поменял код. Да и вообще можно обойтись и без оружия. К тому же все пройдет безболезненно для всех. Да уж, после таких слов действительно начинаешь думать, что глава семейства – законченный садист, который задумал не весь что. После напряженного разговора супруги спускаются вниз. Отец вооруженной камерой, как всегда, излучает позитив. Однако на матери снова нет лица. Она лишь плачет и то и дело повторяет, насколько любит своих детей. Мальчик и девочка начинают с восторгом открывать свои подарки. Но нервы вновь подводят женщину, и она роняет на пол кружку с какао. Пытаясь разрядить обстановку, отец садится за пианино и предлагает детям спеть их любимую песню. Ясная полночь. Пока малыши заняты пением, супруги выходят из комнаты и встают напротив окна. Мужчина извиняется перед женой, ведь он так хотел, чтобы все прошло идеально. В этот миг наших героев освещает яркая вспышка. Мы видим, как из-за горизонта поднимается грипп ядерного взрыва. Супруги берут друг друга за руки и, прошептав слова прощания, обреченно смотрят, как к ним приближается волна, испепеляющая все живое. Вот такая неоднозначная концовка. На всем протяжении фильма создается впечатление, что отец семейства жестокий маньяк, который держит страхи своей женой и детей. Но выясняется, что все совсем по-другому. Хотя, конечно, можно было попытаться найти убежище, но опустим этот момент. Наш герой во что бы то ни стало хотел провести последнее их Рождество так, чтобы дети не заподозрили, что через считанные часы все в округе обратится в радиоактивный пепел. И, похоже, ему это удалось. Еще одна бонусная, короткая, поучительная история о том, почему никого, особенно детей, нельзя обижать в канун Рождества. Стефани вынуждена сидеть со своим младшим братом Клейтоном, пока родители поехали в магазин за праздничными покупками. В планы девушки это никак не входило, ведь она хотела провести время со своим парнем. Заказав пиццу, Стефани стала активно выпроваживать мальчика из гостиной. Однако он оказывается не робкого десятка и категорически отказывается так рано отправляться спать. Ведь в канун Рождества всегда хочется посидеть подольше. Вскоре на помощь приезжает молодой человек девушке. И общими усилиями парочка все-таки отправляет мальчика в спальню. Озлобленный на весь мир, Клейтон хватает с полки фигурку рождественского эльфа и швыряет ее на пол. Со словами «Как жаль, что ты не настоящий» мальчуган ложится в кровать и тут же засыпает. И вот раздается жуткий смех, который явно не сулит ничего хорошего. Тем временем парочка милуется на диване в гостиной и никто не слышит, как нечто пробирается к ним по лестнице. Что же, кажется, желание Клейтона сбылось. В гостиную заходит рождественский эльф, который обрел вполне себе человеческий рост. И даже больше. Под крики Стефани эльф хватает карамельную трость и расправляется со сладкой парочкой, заливая кровью всю гостиную. Вернувшись домой, родители находят на диване два уже остывших тела. Клейтон же в это время мирно спит в своей кровати, приобняв свою любимую игрушку рождественского эльфа, вновь ставшего милым сувениром. История в очередной раз напоминает нам о принципе мгновенной кармы. Ради своих семиминутных желаний Стефани лишила брата праздника, за что и поплатилась. Так что будьте осторожны со своими младшими братьями и сестрами в Новый год. Людоед в костюме Санта-Клауса, ядерный взрыв вместо подарка, рождественский эльф, превратившийся в серийного убийцу. Даже рождественская или новогодняя ночь это вовсе не повод терять бдительность в полном опасности мире. Берегите себя, цените друзей и близких и будьте предельно внимательны с желаниями. Они имеют свойство сбываться. С Новым Вас Годом и Рождеством! С вами весь этот год был Фантом. Желаю всего наилучшего. И да, напоминаю, что ссылка на новый Crossout 2.0 в описании. Не забывайте забрать бонусы. Всем удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok